Паттерн Здравствуйте, с вами снова я, Александр Шевчук. И на этом уроке мы с вами рассмотрим третий по счету паттерн из каталогов, который называется «Фабричный метод» или «Factory Method». Но хотелось бы сразу сделать маленькое замечание. Этот паттерн относится к паттернам уровня классов. Если предыдущие паттерны «Абстрактная фабрика» и «Билдер» относились к паттернам уровня объектов, то есть они описывали, как происходит порождение объектов, как правильно порождать объекты. Фабричный метод он, конечно, тоже описывает, как правильно порождать объекты, но его отнесли к уровню классов, потому что его задача не только описать процесс порождения объектов, но и еще описать взаимодействие между классом, между базовым классом и производным классом. То есть, по сути, этот паттерн лежит в основе всех других паттернов. И я бы назвал его вообще каким-то фундаментом. Потому что на базе фабричного метода, так сказать, основываются и «Абстрактная фабрика», и «Билдер», и «Прототип», и «Синглтон» – все четыре порождающие паттерны. И поэтому его главная задача, главная задача фабричного метода – быть фундаментом для всех остальных порождающих паттернов, для остальных четырех порождающих паттернов. И прежде чем рассматривать этот паттерн, конечно, хотелось бы посмотреть на значение, потому что метафоры у нас никакой не будет. Этот паттерн очень простой. И я бы его, наверное, и не выделял бы в каталог паттернов, я бы его не делал бы самостоятельным решением, если бы не одно «но». Я вам сейчас расскажу это «но». Дело в том, что существует правило у тех, кто использует паттерны. Если вы не знаете, какой паттерн использовать для порождения продукта, вот не определились, это же не значит, что вам взять, остановиться, войти в стопор и сидеть там два дня думать, что же мне делать. Нет. Просто берите и используйте фабричный метод. Потому что этот паттерн легко трансформируется в любой из оставшихся четырех порождающих паттернов. А дальше, когда вы уже определитесь, то ли у вас будут продукты как-то взаимодействовать, вы его быстренько выразите в абстрактную фабрику, то ли у вас будет просто сложный продукт, состоящий из частей, вы захотите их контролировать, во что выразится? Вы его быстренько трансформируете в билдер. То ли вам понадобятся процессы клонирования налаживать, это уже на следующем паттерне мы будем рассматривать. Вы его, так сказать, трансформируете в прототип, ну или если вам потребуется ограничить количество создаваемых экземпляров в вашей системе, сделать их один или два или три, ну чтобы было ограниченное количество, вы, конечно, его выразите в синглтон. И вот мне хотелось бы сейчас начать с того, что рассмотреть назначение этого паттерна. И для того, чтобы нам хорошо понять назначение паттерна, фабричный метод, я предлагаю обратиться к книге ГОВ. Откроем 111-ю страницу, где начинается описание этого паттерна. И вот здесь как раз есть пункт назначения. Вот какое дает определение автор этому паттерну. Паттерн-фабричный метод определяет интерфейс. Мы помним, что интерфейс – это набор методов. Значит, определяет интерфейс для создания объекта. Поставьте тиры, напишите продукта. Продолжение следует...